Всем привет! Мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас влог. Влог, день из нашей жизни, чем занимаемся и так далее. Итак, поехали! Девочки на ютубе оставляли заявку. До ютубе им не хватает влога и, наверное, не хотят совсем переходить на дзен, потому что там влогов хватает. Там их несколько в день, коротких, длинных. Ну, в общем, мы там целый день. На дзене. Так что ссылка всегда на дзен под видео. Кому интересно, переходите. Там все подробно и так далее. Так, сейчас утро. Что мы с вами будем делать? Мы с вами будем просыпаться, мы с вами будем провожать Ксюшку в школу, заниматься делами. Все вам расскажу, все покажу. Проводила Ксюшку, пока Крис спит. Она спит у меня сейчас иногда до 9. Мы с вами будем заниматься своими делами. Покажу вам, чем буду заниматься, что делать. Пришел мне с Велдберрис вот такой вот очиститель Pink Magic. Отбеливатель, пятновыводитель и так далее. Он недавно появился на российском рынке, но я уже видела хорошие отзывы. Будем с вами чистить сейчас. Так, распакуем. Здесь, кстати, есть в комплекте мерная ложечка. Один килограмм. Покажу вам информацию, кому интересно. Можете почитать. А так в карточке товара все подробно написано на нескольких языках. Для стирки, для посуды, для чистки поверхностей, для чистки сантехники, для обеззараживания. Безопасный, кислородный. Все здесь отлично в этом плане. Давайте распакуем, посмотрим, где у нас тут ложечка. Вот уже чувствую. Он экологичный. И у нас с вами какая-то тут медаль даже есть, да? Pink Magic. Вот он гранулированный. И вот у нас с вами в комплекте есть такая маленькая круглая ложечка, которую мы будем дозировать. Зип-замок. Все замечательно. Что будем делать? Во-первых, выводить пятна. Я уже кипячу воду. Во-вторых, у меня собрался целый арсенал одежды. И во-вторых, чистить трубы и чистить некоторые поверхности. Давайте смотреть. Что у меня здесь есть? Это одуванчики. Это одуванчики трава. Здесь очень много. Все штаны желтые. Вот так выглядят. Я постирала вещи, а потом складываю в горку, которые не отстирываются кучей, да? И выводим пятна. Здесь какое-то на рукаве. А так, в целом, на кофте, по-моему, больше нет пятен. Да, наверное, кофту мы с вами, девчонки, трогать и не будем пока. Одно пятнышко. Кофта нормальная. Так, дальше. Вот эта футболка, которая была белая, стала серой, с какими-то темными вещами постирала. Мы ее сейчас тоже с вами обязательно туда положим. Да, цветные вещи с белыми можно, там с краской ничего не происходит. Так, дальше. Футболка Майка Ксюшкина. Здесь остарелые пятна, потому что это я достала еще ее с прошлого года. Вот, смотрите. Она хорошенькая. Летом таскать. Сейчас попробуем их вывести. Дальше кофта от костюма с одуванчиками идет, отправляется. Вот, та же песня. Прямо четко кружочки эти одуванчиков. Джинсы. Вот такие коленки от травы. Комбез. Вот такая прелесть. И куртка тоже непонятно в чем, но она не отстиралась. Она вся какая-то в непонятных пятнах. Вот на капюшоне эта трава сто процентов. Вот тут внизу. Вообще весь низ. Хотя я ее постирала уже, видите? Так что куртка тоже отправляется туда. Уж закипела вода. Сейчас с вами ванну будем перемещаться. Сразу там буду все замачивать. Машинка параллельно стирает на звуки. Внимание не обращайте. На такое количество белья, я думаю, я положу 6 ложек с горкой. 3, 4, 5, 6. Сразу принесу сейчас сюда вещи. Заливаем кипяток. И быстро-быстро в момент реакции закладываем белье. Уже парилка. Все с вами закидываем, погружаем. Пока идет у нас шипение. Все вещи надо погрузить. Своей лопаточкой вот так любимой. Еще сняла чехлы со стульев. Потому что они от еды дети кушают всегда очень аккуратно, в кавычках. Уже имеют непрезентабельный вид. Я их часто стираю тоже, замачиваю таким образом. Так, джинсы. Все погружаем как следует. Много прямо у меня вещей накопилось. Ну, за раз. Так удобнее все равно. Так, штаны. В одуванах. И осталась у нас толстовка. Тут куртка торчит. Прям нереально. Так. Грузилась. Куртка только не до конца. Но я в процессе ее буду переворачивать тогда. Чтобы она тоже свое получила. Считать мы с вами на кухне будем чистить раковину. Избавляться от неприятных запахов. И профилактика за 40. Вот есть ложечку средства. Две. Засыпаем прямо вот так. Заливаем кипятком. От неприятных запахов избавляет 100%. Это профилактика. Все-таки у нас там и жир скапливается. Остатки пищи какие-никакие все равно попадают. Поэтому лучше соблюдать профилактику, чем потом разбирать и чистить трубу. Выливаю туда целую кастрюльку кипятка. И оставляю на полчаса. Вот, а же видите, не моментально вода сходит. Еще не сошла. Так что есть чем заняться. Там Pink Magical. Вот. И вот таким образом оставляем. Потом через полчасика придем посмотрим. А сейчас пойдем с вами пока все это дело в раковине делается. У меня закипает еще вода. Кое-что еще хочу почистить в душ. Хочу немножко протонироваться. Лутизна вылезает. Ну, хотя нет, камера врет. Она не такая желтая. Сейчас сходим в душ, протонирую. Шампунь у меня Concept. До сих пор я его не срасходовала. Бальзам давно. Шампунь Concept пепельный. Я наношу на волосы шампунь. Сначала мою, кстати, обычным шампунем. Потому что, мне кажется, вот эти все оттеночные, они плохо промывают, как вы думаете, девчонки. Поэтому я обычным промываю кожу головы сначала. Потом наношу оттеночный шампунь. Держу на волосах, пока делаю все свои дела в душе. И смываю. Мне так нравится. Он подсушивает волосы. Но мне этот эффект сейчас очень нравится. Потому что корни жарнятся. Я именно хочу подсушивающий эффект. На кончике я потом могу нанести масло, увлажнить их. Как бы это не проблема. Так, так что все. Пока идем с вами в душ. Вещи замочены. Трубы прочищены. Еще кое-что замочим покажу. Кстати, шампунь, девчонки, вот такой у меня концепт. Анти-елого эффект серебристый. Целый литр. Уже долго никак не закончится вообще. Что будем делать сейчас? Пока была в душ. Машинка достираться. Я хочу ее почистить. Давно не чистила. Если вы стираете гелями, я стираю крайне редко. Это вот если на затест там беру. А так нет. ВПРО. ВПРО. Продается, купила на Азоне за тысячу. Можно на скидках урвать. Но там сколько? 10 или 12 пакетиков. Я уже забыла. 12, по-моему. И один пакетик нам на 2 месяца. То есть раз в 2 месяца, в принципе, достаточно чистить машинку. Поэтому недорого. Больше, чем на год хватает, получается. До 2 года практически. Они рекомендуют раз в месяц, но раз в 2 месяца вполне себе. Вот так оно называется в коробке. Приходит ВПРО. Сейчас я буду засыпать в барабан. Прямо в барабан. И будем с вами чистить. Видите, уже налет какой на дверце. Вот это вот надо убирать. На 95 градусов буду включать. Вот так в барабан засыпаю. Никакая лимонка, девчонки, не сравнится. Вы знаете, у меня такие камни выходили из вот этого отверстия. Я машинку чистила. Вот, кстати, сейчас почищу и туда опять залезу. Камни, девчонки, камни. Ни от какой лимонки такого эффекта никогда не будет. Поэтому, конечно, можно чистить свою машинку лимонной кислотой и быть уверенным, что там все чисто. Но нет. Гели, особенно, они имеют свойство где-то накапливаться, не везде вымываться и образовывать плесень. И оттуда запах. Поэтому вот так чищу обязательно. Сейчас поставим на хлопок. Так, на 95 градусов все по максимуму. И пусть она у меня здесь работает. Делаем дальше. Дальше мы будем чистить пластик. Смотрите, у нас такой нагрудник. Мы в основном все увидим. К нему так все прилипает. Вот здесь вот в швах. Видите, собираются всякие калаки. Вот. Я хочу его замочить. С пластиком вообще это очень быстро. Все пластик можно чистить. Пластик, силикон, все можно чистить. Это очень быстро. Минут 5-10 все отходит. Я вскипятила воду, так как у меня нет больше таза, он занят. Большой чашки нет, а нагрудник большой. Я прям в кастрюле это делаю. Но вы так не делайте. Вы сначала в сухую емкость насыпаете порошок, а потом добавляете кипяток паролочкой. Туда у нас с вами ныряет нагрудник. Сейчас лопаточку еще возьму. Ныряет нагрудник, ныряет бутылка, которую берем на улицу. Тут тоже надо продезинфицировать. Вертеть буду в процессе. Так, еще один паильник. Еще один паильник. Я что-то воду отлила. Думала, много будет, реакция пойдет. А нет. И мы будем вертеть. С пластиком все очень быстро. Так, чтобы вот тут у меня все отъело. Так, и здесь. Потом у нас с вами бутылочка для кормления. Вот тут в стосках иногда забивается. Отправляем. Еще одну сейчас поместим. И от нее вот эта вот штучка колесо туда тоже забивается. Так, еще вот эта бутылка, но она вроде чистая. Мы ее в следующий раз, а то уже так много. Вот так все погружаем. Идет реакция, шипение. И у нас все с вами работает. Сейчас прям реакция пройдет. И можно уже, в принципе, вытаскивать. Все будет чисто. Так, чуть-чуть покрутить, повертеть. И красота. Мы сейчас с вами сольем. Уже время прошло. Вот истекает хорошо. Смотрите, не хочется все отлично. И запахов никаких не будет. Таким образом полоснулся. И все. И красота. Крис проснулась. А мы уже с вами все дела практически переделали. Масочка, кстати... Господи, Реши. Классные. Классные маски. Да? Топ-топ. Вы же проснулись, скажи, покушали. Время 9 часов утра. Мы с вами столько дел переделали. Сейчас пойду смывать маску. И буду наносить автозагар. Покажу, какой. Хотя уже показывала, по-моему, в Телеграм-девчонкам. И как бы, как наношу и так далее. Автозагар у меня еще с незапамятных времен. Эйвенский. У него уже срок годности давно вышел. Пенка. Но он работает круто. Мне именно понравился формат пенки. Вообще таким баллоном я уже пользуюсь. Не знаю, сколько года. Три-четыре, наверное. Что мы с вами делаем? Я немножко взбалтываю. Потому что бывает осадок там. Вот такой. Раз, два. Будь здоров, малыш. Три. Сюда сейчас еще четыре. Это пойдет на декольте. И распределяем. Эйвенский. Ой, фаберликовским еще пользуюсь. Но он более деликатный. А здесь с одного раза ты хоп и шоколадка. Никаких разводов, ничего не будет. Я после маски, кстати, нанесла тоник. И сыворотку легкую. Иногда могу на чистое лицо. Иногда на увлажненное. Без разницы. Результат один и тот же. По декольте, как следует, с вами разносим. Чтобы у нас не было границы с лицом. Заходим на уши. Заходим чуть-чуть вот так на волосистую часть головы. Чтобы у вас полоски нигде не оставались. И вот так разносим до полного впитывания. Так, автозагар Крис не тырить. Это не игрушки. На веки. Везде, везде. Двумя руками, конечно, это делать удобнее. Вот так, как следует. Чтобы не было гранит. Везде. Везде проходимся. Все, пенка вся впиталась. Сейчас уже через полчаса. Я буду шоколадкой. Часа через три вообще. Вот даже руки только помыла. Уже слегка видно. Но он такой, видите, как будто как мысленистый. Поблескивает. Поэтому на большое количество средств на лице лучше не наносить. Лучше на чистый на ночь. Вот видите, уже видно, солнце село. Свещение немножко по-другому играет. И загар уже виден. Дальше будет лучше. Для чего я это делаю? Для того, чтобы тон лица был ровный. Мне нравится вообще, когда загорелое лицо. Но так как сейчас во избежание пигментных пятен, и слава богу, их нет. Вот это чуть-чуть только тут видно. Мажусь SPF, то загореть лицо нереально. Раньше оно всегда загорало. А вот после беременности Крис вот такая история. Да, может быть, в принципе, гормональный фон восстановился, и они больше не будут появляться. Посмотрим. Так, что сейчас будем делать? Сейчас у меня миссия посушить волосы. И буду делать заказ в пятерочке. Заказ большой. Покажу вам тогда все. Они быстро привозят. Продуктовый заказ на неделю. На неделю перед праздниками первомайскими. Приедут, будут гости. В общем, хочу заказать мясо. Хочу сегодня наделать котлеток, нажарить. Много всего. В общем, нужно холодильник практически пустой. Поэтому сейчас конкретно засаживаюсь делать заказ в пятерочке, пока у нас с вами все мокнет, пока у нас чистится машинка, и сушить волосы. Пить кофе, конечно. Вот я завтракаю только часам к десяти ближе. Я с утра натощак пью стакан, кружку 400 мл воды комнатной температуры. И секреты Востока сейчас принимаю. И дальше хожу, делаю свои дела. Пока Крис спит, она просыпается. Я ее кормлю. Но мы еще немножко походим, там что-то поделаем. К десяти я только сажусь завтракать. У меня получается, слушайте, интервальное голодание прям практически. Только результат что-то не видно. Давно готов. Сейчас будем с вами все ополаскивать. Вот где вот эти места были, видите, все чистенько. Нам сейчас с вами только сполоснуть все. И красота. У нас с вами машинка дочистилась. Но дверцы нет, дверцы все равно, она не очищается. Но внутри все очень даже замечательно. При последующих стирках уже, вот тот, что камень остался тут за резинкой, смотрите, вот этот он будет вылетать на лед. Так, что теперь? Теперь хочу залезть вот сюда, и потом будем смотреть вещи и загружать их, стираться. Давно не лазила. Мы будем или из шланга сливать в какую-нибудь емкость, но это неудобно и долго, поэтому я сразу открываю, подстелю либо полотенце, либо то, что и стирки, и откручиваю, потому что сейчас водичка чуть-чуть польется. Вот, видите, не чуть-чуть. Еще надо вещи из стирки доставать. О, вот так прилично льется, потому что еще только стирали. Льется прилично. Так, откручиваем, не боимся. У нас все подстелено. О, смотрите. Вот, видите, какая кака вылетает. Ух, ё! Смотрите, что творится. Вот это камни, вот этот налет вылетел. Вот они, они. Смотрите. Вот эти камни. Так, сейчас унитаз откроем. Вот они. Представляете, какие отлетают? Вот такие. Так что машинку чистить надо. Она от этого будет гораздо лучше стирать. В общем, я сейчас все это дело прочищу. Смотрите, что творится. Что-то все нормально. Куда достала, там очистила. Теперь закрываем. И можно стирать дальше. Когда вот это отверстие забивается, я как-то долго не чистила машинку, выдавала ошибку. Я уже мастера вызвала. А потом я открыла. А там столько всего. И прочистила все. И все было отлично. Все, все закрыли. Теперь смотрим белье. Так, по куртке пока не пойму. Смотрите, какая она грязная. Обалдеть. Футболка тоже после стирки поймем. Ой, еще горячая. А! Так, это Майка Ксюхина была с пятнами. Камера не мешает нам. Так, здесь их на этой стороне не вижу. На этой тоже не вижу. Да неужели? Девочки, этих пятнам несколько лет. Так, это что у нас? А, штаны смотрим. Ай, штаны горячие. Снизу. Так, смотрим. Так. Вот тут еще вижу бледные пятнышки. Сейчас постираем, посмотрим. Так, ну уже. Вот только здесь, на этой штанине. Так, а вот это у нас. Вот тут чуть-чуть еще есть. Я думаю, сейчас это все отстирается на обычной стирке. Два часа уже лежит белье нормально. Так, это сидушек. Какая вода, представляете? Так, джинсы смотрим. Смотрим, джинсы. Ага. Вот у нас коленки, которые с травой. Я думаю, сейчас это все тоже в машинке отойдет. Угу. Так. И здесь. Или оставить еще вода еще горячая. Сейчас посмотрю. Так. Кофта. Где тут пятна были? Я уже забыла. Кофта. Тут нету. Тут нету. На кофте нигде нету. На кофте нигде нету. От кофты все отошло. Не знаю, сейчас, может, штаны еще оставлю на полчасика вот так коленками. А то, может, не гастовала. Мало все-таки воды для такого количества белья. И запущу стирку и покажу вам все. Можем добавить еще пинг-мэджет при стирке. Для усиления ее. То есть, если у вас есть такие пятна, которые, ну, не очень сложные, можно просто с ним постирать. То есть, одну ложечку положу пинг-мэджет и одну ложечку сейчас обычного порошка. Все, девчонки, посушилось. Вот такой вот цвет красивый получается. Ну, с рукамира немножко неверно передает, но более-менее. Видите, автозагар уже проявился. Я такая загорела. Он блестит. Поэтому я сейчас чуть попозже, еще через пару часиков, пройдусь тоником или даже умоюсь. Потом опять нанесу уход со споев уже, потому что гулять пойдем. И ничего блестеть не будет. Он блестит, он всегда блестит, вот этот от Эвен. Но его нет в продаже давно, насколько я знаю, вот этой пенки. Так, что у нас с вами осталось? Пока стирается все, мы сейчас будем мыть полы. Я сначала пускаю везде пылесос, он у меня собирает весь мелкий мусор и крупный, и любой весь. А потом мою полы и чистота, красота. В общем, наводим порядок в голове, в мыслях, в квартире. Порядок в голове, да, начинается с порядка в доме. Вот, наводим везде порядок перед выходными. Сейчас пойдем мыть полы. Красавец, заказ пятерочка приехал. Очень быстро они сейчас привозят. У меня здесь на 3,5 тысячи. Мне было на 4,5, но заплатила 3,6 тысячи. Сейчас у них хороший промо-код. Если сейчас будете заказывать, БД 20 до 4 мая, по-моему, 20% скидка на заказы, там, от 1800, что ли. Вот, много всего сейчас было распаковывать. Первый пакет взяла туалетную бумагу, Зева, по хорошей цене. Пятерочки сейчас трехслойные, обычные, белые, вот такая. Так, и здесь уже у нас лежат пюрешки. Это критки. Да, и, конечно, да, сейчас дам. Вот. Вот так. Так, следующий пакет. Следующий пакет у нас здесь. Хлеб. Чокопай. Лапша. Щебекинская, кстати, много вот таких монеток. Не знаю, что с ним делать, Ксюшка еще не пробовала. Много, Крис уже стырила. Так, еще хлеб. Это что? А, дрожжи, пирожки, скорее всего, будем еще на празднике печь. Дрожжи. Так, черный хлеб. Это что? А, чеснок. Дальше, макарошки, вот такие, нормальные, кстати, дешевые пятерочки. Сыр творожный, обычный, сливочный. Дальше, я вас зашуршу сейчас. Яйца, два десятка. Майонез, вот такой всегда беру. Печеньки. Мука, а то заканчивается. Две бутылочки. Молоко тоже очень дешевое и достойное. Молоко-молочная станция. Мне нравятся две бутылки, потому что коктейли Ксюха пьет вот этот шоколадный Фаберлик. Так, разобрали. А, рулет. Еще у меня Женька такой берет на работу. Действительно. Так, следующий пакет. Все у нас овощи. Очень люблю вот эти помидоры черри. И не только эти. В принципе, люблю. Это Global Village. Они действительно сладкие, действительно черри. Они часто производители обманывают. Вот такие сливовидные Global Village. Огурцы весовые. Хорошие, кстати, уже брала на этой неделе. Недорогие. Лук. Все, сейчас разложу. И картошка. Молодая. Пятерочка уже есть. И вот такая вот в пакетах мытая. Беру всегда чистую. Не люблю заморачиваться. Зеленушки. Укропчик. Лучок. Пончики. Вот такие. Со сгущенкой. По две штуки в упаковке. Бананы. На крис ты давно просишь. Тебе целый пакет. Держи бананов. Пельмени. Чтобы было. Знаете, иногда вот суп кончится. А варить в этот день охота. Пельмени. По акции уже вторую неделю. Филейные сосиски в пятерочке. Я вот, например, только такие могу есть. А так и дети очень любят. Да, на стол все складываю. Умница моя. Мясо пошло. Будем сегодня фарш крутить. Тушка цыплят в роллерах. Так, это что? Это бедра. Подождите, какие бедра? А, да. Бедро. Да, вот. Курочка пошла. Филешечка. На котлетке. Вместе со свининой. С лопаткой. Вот такой вакуум. Неплохая, кстати, вакуумная свинина. Два по цене одной. Была вязанка филейная. Раз. Два. Дешево выходит. И вот такой вот набор для бульона, девчонки. Он стоит в пятерочке 69 рублей. Из утенка, озерка. Я взяла первый раз. Лапшичку делала. Но первый бульон слила, потом второй. И вы знаете, очень вкусный бульон получается. Не зря там отзывы хорошие. Я вот второй раз беру 69 рублей. Все счастье. Да, еще два творожка. Фрута няня у нас тут лежат. И, кажется, все. Мы разобрали с тобой, Крис. Ура, ура. Все из машинки. Давайте смотреть. Но на кофте мы с вами уже видели. Ничего не было. Она вся чистенькая. Толстовочка. Так. Вот. Все отличненько. Все замечательно. Рукавчики. Рукавчики все супер. Так. От стульев эти штучки. Они чистенькие. О, футболочка посветлела. Теперь хоть белый цвет. Так. Дальше, дальше, дальше. Сейчас мы с вами откопаем куртку. Все нормально, низ. Ну-ка. Слушайте, все. Низ отстирался. Какой-то черный был. Низ отстирался. Все отлично. Ура, ура. Майка, точнее. Пятном, которым ни один год. Нету. Ни одного. Ни одного, девчонки. Я не помню, с какой стороны было. Но мы с вами две посмотрели. Ни одного. Ура. Тоже все отличненько. Все отличненько. Вся грязь отстиралась. Вещи спасли. Я довольна. Я довольна очень, девчонки. Пятного водителя, очиститель справился. На все сто. Все супер. Все замечательно. Покупала на Валбере. Ссылку оставлю в описании к ролику. Проходите, смотрите. Ну, и на этой ноте буду влог заканчивать. Нам осталось помыть полы. И красота, чистота. Приготовим ужин. И свободное время у нас только начало 12-го. Столько много дел. Я обычно все дела всегда делаю с утра. Чтобы потом Ксюшка пристала со школы. Я спокойно делала с ней уроки, когда Крис спит. И весь вечер у нас свободен. Все готово, все чисто. Вот так я люблю больше всего. Влог буду заканчивать. Если вам такой формат понравился, обязательно пишите. Всех люблю, целую. Всем пока-ка. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok